Светилище научной мысли В Академии связано возникновение первых музеев, исследовательских лабораторий, университетов и научных обществ Академия принесла много преобразований в научную и культурную жизнь Азербайджана Центральный корпус Академии был построен в 1945 году по проекту архитектора Микаэла Усейнова Одного из первых академиков Здание Академии сочетает особенности двух стилей Классического и модерн С клонадой из красного мрамора, готической резной крышей И этой впечатляющей форме вполне соответствует содержание Богатое наследие азербайджанской науки Научные школы, созданные крупными лидерами азербайджанской науки Они позволяли очень серьезно и последовательно проводить подготовку кадров Обеспечив преемственность кадровой политики И, конечно, преемственность развития самих этих научных направлений Президиум Академии расположен в одном из красивейших исторических зданий Баку Оно было построено в 1913 году для мусульманского благотворительного общества По проекту архитектора Иосифа Плашко По заказу нефтяного магната Мусына Гева В память о его рано умершем сыне Исмаиле И было названо в его честь Исмаилия Здание построено в стиле венецианской готики В мире всего два таких здания Первое во Флоренции, второе в Баку В 90-е годы разрушились многие школы, но не все Нити оборвались, связи оборвались, как бы мгновенно Коллапс Советского Союза привел к серьезным последствиям К серьезному нарушению всех связей, в том числе и научных Но, несмотря на этот коллапс, удалось Я так думаю, что и в других национальных республиках, и в Азербайджане Сохранить некоторые школы, которые сегодня получили как бы второе дыхание В настоящее время в Национальной Академии Наук работают свыше 10 тысяч сотрудников Среди них научные работники, доктора, кандидаты наук, доценты, профессоры и академики Академия состоит из пяти научных отделов В ней действуют свыше 60 организаций Два научно-региональных центра Научный центр Азербайджанская национальная энциклопедия Три экспериментальных завода Две обсерватории и четыре музея Нефть – достояние республики С конца XIX века нефтяная отрасль становится ведущей в Азербайджане Соответственно, и специалистов в ней немало Институт нефтехимических процессов – один из ведущих институтов при Академии Наук Флагман в нефтехимической промышленности Он был создан в 1929 году на базе Центральной городской лаборатории В 1946-м преобразован в научно-исследовательский институт нефти Сейчас здесь трудятся около 600 человек Институт носит имя выдающегося азербайджанского ученого Академика Юсифа Мамедалиева, который внес неоциимый вклад в развитие химической индустрии Не только Азербайджана, но и всего бывшего Советского Союза Особо следует отметить его работы в области создания новой конструкции коктейля Молотова Который позволял более быстрое его использование Потерю времени при его использовании сократилось И создание высокооктанового бензина и низкозамерзающего Который обеспечил нашим самолетам во время Второй мировой войны Маневренность и быстроту Даже при организации Академии Наук тогда Еще высказал такую Академик Комаров Высказал такую мысль, что Та страна, в которой работает Академик Мамедалиев Она заслуживает организации своей Академии В данное время при институте функционирует 31 лаборатория При помощи современных приборов и технологий Здесь проводятся исследования нефтепродуктов Накопленный десятилетиями опыт позволяет делать все новые открытия В колбах и сосудах хранятся экземпляры нефтепродуктов для исследований Разрабатываются научные основы для получения новых топлив и масел Здесь ученые делают открытия, которые применяются в мировой практике Основная деятельность нашего института направлена на исследование нефтя из Арбаджана Позволяющая создать новые технологии получения моторных топлив и масел на их основе Создание многофункциональных ингибиторов коррозии и специальных реагентов А также создание интегрированных комплексных схем нефтепереработки и нефтехимии Наука и производство неразделимы Это аксиома для ученых Разработки специалистов находят свои применения и в промышленности Именно нефтехимия и наша нефтехимическая наука сегодня вытягивает азербайджанскую науку как прикладную Это опытно-промышленный завод Созданный на базе Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Здесь налажено производство различных сортов смазочных масел Впервые в мире мы получили смазку, которая не имеет точки плавления На основе растительных масел До нас никто этого еще не получал Я буду вам наглядно показывать, как наша смазка отличается по своему качеству от своих аналогов Европейских и украинских Основные характеристики, она вообще не плавится, что не парадоксально И работает в широком интервале температур Начиная от минус 50 до плюс 200 Предприятие производит около 300 тонн различных смазок в месяц Его цель – в перспективе увеличить производственные мощности и вывести продукцию на международные рынки Опытно промышленный завод при Академии наук Азербайджана Планирует начать также производство продукции и военного назначения Президент нашей республики Ильхам Геодоравич Алиев Поставил новые приоритеты перед Академией наук, в том числе для химических институтов Это повышение обороноспособности республики Потом участие в восстановлении и в деятельности Сумгайского химического промышленного парка Потом развитие ненефтяного сектора Институт катализа и неорганической химии имени академика Муртузына Агиева Имеет давнюю историю Он был создан за 10 лет до основания Академии наук в 1935 году Теория рециркуляции, которая была создана Академиком Мурца Нагиевым Эта теория получила признание во всем мире Имеет огромное значение для оптимизации химических комплексов Основные направления института — фундаментальные основы катализа И теоретические разработки химических технологий В его лабораториях учеными-химиками по сей день осваиваются новые методы исследований и концепции Современные химики в поисках путей все более сложных задач и открытий Фиксация атмосферного азота давно привлекала внимание разных ученых И для этого были предложены разные каталитические системы Но впервые Тофик Нагиев показал, что с помощью перечиса водорода Можно фиксировать без катализатора, без ничего Иностранные ученые называли этот процесс фиксации азота эффектом Нагиева За это достижение академик Тофик Нагиев получил государственную премию Потому что есть некоторые ученые, которые считают, что защитили докторскую Стал профессором, стал преподавателем Достаточно, хватит, нет Такого не может быть в науке Скажем, выдающиеся ученые, которые уже достигли таких высот, что Они всемирно признаны Они все время, преподавая, они всегда занимаются наукой Потому что наука позволяет им быть в хорошей форме Все разработки ученых института подтверждены патентами И имеют перспективную цель для прикладных исследований Основной же упор делается на разработку нанотехнологий Электрохимическое преобразование солнечной энергии В электрическую, потом в химическую энергию То есть это очень важным направлением, как альтернативные источники энергии Альтернативные источники энергии Одна из самых актуальных тем 21 века Она давно стала объектом исследований Ученые всего мира, напрягая свои умы Работают над тем, чтобы ввести в различные сферы жизни Альтернативные источники энергии Тем самым сократить вредное воздействие на экологию В этом направлении инженерами, энергетиками, химиками и физиками Разрабатываются новые механизмы На данный момент у нас идет подготовка к получению солнечного элемента На основе кадмитезура То есть солнечный элемент – это структура тонкопленочная Которая содержит несколько слоев И каждый слой по отдельности мы получаем на разных установках Вот на этой установке мы получаем один из главных слоев этого элемента Это кадмитезура Потом мы посылаем его на исследование Уже после исследования мы уже собираем наш солнечный элемент Новые технологии и научные достижения Выходят из стадии лабораторных исследований Нанотехнологии давно стали привычным явлением Их области применения достаточно широки Они позволяют создавать новейшие типы различных материалов и устройств С уникальными свойствами Так же, как и во всем мире, в Азербайджане это сейчас является флагманом То есть сейчас вся наука направлена на то, чтобы миниманизировать объекты Ну и, соответственно, все оборудование сейчас, которое вы видели Как бы заточено на то, чтобы определять данные объекты, их свойства Такое развитие науки обещает привести к весьма значительным изменениям в существующих технологиях И создать целый ряд совершенно новых отраслей промышленности Институт геологии и геофизики Одна из составляющих Академии наук Он был создан за 7 лет до ее создания Это один из крупнейших научных центров В нем работают свыше 500 сотрудников Разведка нефтяных и газовых месторождений Одна из основных сфер исследования института Поскольку его преобразование совпало со временем бурного развития нефтегазовой промышленности Целая плеяда азербайджанских ученых способствовала прогрессу геологической науки страны Эстафета научных достижений передавалась из поколения в поколение Территория Азербайджана располагает очень большим минеральным потенциалом Которого требует нашего пристального изучения Изучаем мы наши недра не только своими силами Но и в кооперации с нашими зарубежными партнерами Грязевые вулканы Одна из сфер исследований ученых института геологии и геофизики Треть всех грязевых вулканов, существующих на планете А это две с половиной тысячи Сосредоточена в Азербайджане Все многообразие форм этого удивительного явления Находится вблизи поселка Габустан На юге от Баку Сейсмоцентр, расположенный в Баку Со всей республики стекаются данные о подземных толчках Как только произошло землетрясение В течение двух секунд мы сразу получаем информацию Притом это информация со всего мира А наши землетрясения мы можем не только макро-землетрясения Но и микро-землетрясения обрабатывать 35 телеметрических станций разбросаны по всей территории республики Регистрируют каждый подземный толчок Оснащены они сверхчувствительной новейшей аппаратурой Позволяющей в точности передавать все данные Каждый год центр увеличивает свою сейсмологическую сеть Как на суше, так и в море Для исследования Каспийского шельфа Влияние космических факторов на глобальную сейсмичность Земли Давно доказано учеными Земля и космос взаимосвязаны Еще в 19 веке было замечено, что землетрясения Как и вулканические извержения Иногда зависит от изменения атмосферного давления Обнаружилась связь сейсмических событий С фазами Луны и активностью Солнца В Шамахинской обсерватории изучают поведение небесных тел И влияние их на Землю Это самая большая обсерватория на всем Кавказе Шесть телескопов Четырезвездных, два солнечных Позволяют наблюдать и исследовать астрономические явления При помощи сверхчувствительного телескопа Который привезли из Германии в 1964 году Ученые фиксируют оптические снимки разных планет и галактик Диаметр его зеркала – 2 метра 85-тонный телескоп вращается на две оси Параллельно мировой оси и преподниклярно ей Во всех странах есть телескоп, но такой модель всего в мире 4 В Германии находится, в Болгарии, в Чехии, у нас в Азербайджане Кроме Солнца можно наблюдать звезды, планеты, галактики, кометы На Луну можно смотреть Это только ночью, в ясной погоде Обсерватория была основана в селении Перкули На юго-восточных предгорьях Большого Кавказа На высоте полутора тысяч метров над уровнем моря Это высокогорное селение Под строительство научного объекта было выбрано не случайно Ученые в разных регионах Азербайджана Исследовали количество ясных ночей и ветреных дней в году А также климатические особенности Лаборатория биотехнологий Здесь проводятся работы анализа последовательностей ДНК С начала создания Института генетических ресурсов Ученые работали с растительными геномами Со временем поле их исследований и возможностей расширились Сейчас исследуют геномы животных Прямая задача генетиков изучить все виды растений В процессах эволюции, происхождения и распространения То есть мы изначально берем много разновидностей одной какой-нибудь культуры Дикорастущие, культивируемые, сорта, гибриды, чистые линии И изучаем распределение вот этих коротких фрагментов генома Которые комплементарны вот этим нашим праймерам И так на этой основе строим суждения о том, насколько они друг другу близки Кто от кого произошел Геномные технологии позволяют прослеживать все эволюционные пути В институте содержится секвенатор последнего поколения Единственный на всем Закавказье Прибор сам определяет последовательность нуклеотидов в ДНК В Азербайджане есть такие сорта плодовых растений Яблок, груш, фруктов Которых нет нигде Они считаются уникальными для нас Они обладают выдающимися вкусовыми качествами И вот наша задача в том, чтобы сохранить их Пока те, которые имеются Не только сохранить, восстановить те, которые были потеряны Семена растений со всех уголков Азербайджана Собирают и направляют в лаборатории Для дальнейшего изучения Их проверяют на устойчивость к различным заболеваниям и урожайность Сотрудники института собирают дикие сорта злаковых Выращивают их с целью экспериментов для внедрения в процесс селекции В лабораторию поступают образцы семян Их обрабатывают, очищают и взвешивают Проводят проверку на влажность Затем их сужат в специальной камере И отправляют в Генбанк Здесь настоящий кладезь растительных ресурсов Азербайджана В гигантском холодильнике хранится весь генофонд республики А это свыше 7000 экземпляров семян различных растений В числе которых дикорастущие, а также образцы стародавних селекций Коллекция генетических ресурсов ежегодно пополняется новыми семенами растений Ценность института представляет также богатейший фонд гербарий Здесь насчитывается около 2000 гербарных листов Собранных из различных регионов республики У каждого из растений свой паспорт Где подробно описывается место и координаты его нахождения Экологические условия и видовые принадлежности Сегодняшняя наука она более практичная И на наш взгляд ученым сегодня надо суметь и самим зарабатывать деньги То есть создавать прикладные направления наук И не ждать когда бюджет будет выделять им дополнительное финансирование Суметь свое ноу-хау или свой хай-тек реализовать на сегодняшнем рынке науки Будем так называть Джалал Алиев заложил основы новых направлений молекулярной биологии Генетики, генной и клеточной биологии Применение генной инженерии в 20-21 веках Относится к более широкому комплексу процессов Модификации биологических организмов Для обеспечения потребностей человека Начиная с видоизменений растений и животных путем искусственного отбора и гибридизации Всеми этими исследованиями занимаются в Институте биологии и биотехнологии На оборудовании нового поколения проводится диагностика живых организмов Выявление различных вирусов и фитоплазм Это одно из новых направлений биологической науки Связующее звено между всеми институтами Академии наук Институт информационных технологий Он самый молодой Здесь содержится вся база данных Обеспечивается информационная безопасность институтов При Академии наук Научно-технический прогресс Быстрое внедрение науки во все сферы жизни и производства Требует сегодня от нового поколения ученых При этом не только широкого теоретического кругозора Но и творческого подхода к решению различного рода задач А цель одна – идти вперед дорогой поиска Встречаясь на перекрестках открытий И главное – не предавать выбранное дело Советуют наставники Почти 60 лет продолжаю работать В Национальной Академии наук Азербайджана Это для записи в книгу Гиннеса Несмотря на то, что у меня в разное время В разные периоды были разные предложения Причем интригующие и очень интересные предложения Я не хотел оставлять научные исследования Почему? Потому что научные исследования, наука требует всей жизни Дорога познания бесконечна Идеи и концепции обновляются непрерывно Новые поколения азербайджанских ученых Принимают исследовательскую эстафету Стремясь к новым научным горизонтам Двигая научный прогресс Как в Азербайджане, так и во всем мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok